Приветствую вас, друзья! С момента полномасштабного вторжения России в Украину, оккупант выпустил по нам более двух с половиной тысяч ракет, из которых большая часть это крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр», а также воздушного базирования типа Х-101, Х-555 и другие. До 2015 года считалось, что только США и Великобритания имеют на вооружении крылатые ракеты морского базирования, способные поражать цели на дальности полторы-две тысячи километров. Однако в октябре 2015 года Россия нанесла ракетный удар с Каспийского моря по объектам в Сирии, что стало свидетельством наличия у нее крылатых ракет морского базирования с дальностью стрельбы более тысячи километров. Ракеты семейства «Калибр» были разработаны конструкторским бюро «Новатор» на основе стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 и противокорабельной ракеты «Альфа». Впервые они были представлены на выставке вооружений «Макс» в 1993 году, а приняты на вооружение в 2012 году в нескольких модификациях. Ракета создавалась под мировой стандарт с диаметром 533 миллиметра, что позволяет запускать ее с торпедных аппаратов. Дальность стрельбы «Калибра» по морским целям составляет 375 километров. По наземным целям 2600 километров с ядерной боевой частью и 1500 километров с фугасной боевой частью. «Калибр» – ракета дозвуковая. Ее турбореактивный двигатель развивает скорость на марше 860 километров в час, а летит она на высоте от 50 до 150 метров. Длина ракеты 6-8 метров. Взлетная масса от 1200 до 2300 килограммов. Масса боевой части от 200 до 450 килограммов. «Калибр» имеет комбинированную систему наведения, которая включает в себя инерциальную систему и систему наведения «Паглонас». Но несмотря на это, допустимое отклонение ракеты от цели составляет 50 метров, что достаточно много. Стоимость каждого запуска «Калибр» составляет 6,5 миллионов долларов, а экспортные варианты с уменьшенной дальностью стрельбы до 300 километров стоят на вооружении Алжира, Индии и Китая. Также есть информация, что на вооружении России имеются иноземные комплексы для запуска калибров. Разработка американской крылатой дозвуковой ракеты «Тамагавк» была начата еще в 1971 году, а в 1983 она была принята на вооружение. С тех пор ракета множество раз модернизировалась и имеет варианты надводного морского базирования, подводного базирования и наземного базирования. Длина ракеты 5,5-6,2 метра. Масса от 1200 до 1600 килограммов. Масса боевой части около 450 килограммов. Дальность стрельбы 2500 километров. Скорость полета до 880 километров в час. Система наведения инерциальная, радиолокационная, по рельефу местности, электронно-оптическая и с помощью GPS, благодаря чему допустимое отклонение ракеты от цели составляет до 10 метров. Средняя стоимость «Тамагавк» в зависимости от модификации – полтора миллиона долларов, что в четыре раза ниже стоимости калибра. «Тамагавк» использовалась во всех конфликтах последних десятилетий, в которых участвовали США и за это время показала свои преимущества. Если сравнивать «Калибр» и «Тамагавк» снаружи и по характеристикам, то они очень похожи, но все самое важное спрятано внутри ракеты. «Тамагавк», кроме своей дешевизны и точности, имеет ряд преимуществ над «Калибром». После запуска, уже в полете, «Тамагавк», в отличие от «Калибра», может изменить свою цель, например, если объект начал движение. Новые модификации «Тамагавк» способны уничтожать бункеры, способны вести фото-видеоразведку местности и передавать данные через спутник, способны кружить над районом, выжидая появления цели, способны доставлять контейнер с грузом, например, боеприпасы, оружие или медикаменты и спускать их на парашюте в заданную точку. «Тамагавк» более устойчивы, чем «Калибры» к радиолокационной борьбе, однако и те, и другие сбиваются современными системами ПВО и ПРО. Ракеты «Тамагавк» стоят на вооружении США и Великобритании, а за все время их произведено более 7500 штук. В Украине из крылатых ракет на вооружении стоят только противокорабельные ракеты «Нептун» и «Гарпун». Но до войны на КБ «Южное» велась разработка крылатой ракеты наземного базирования «Коршун-2», которая имела бы дальность стрельбы в экспортном варианте 300 км, а для украинской армии дальность стрельбы могла быть увеличена. Крылатые ракеты за десятилетия своего использования показали свою эффективность, и в будущем они обязательно появятся на вооружении Украины в необходимом количестве для защиты нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова